Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, в регионе 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло отметки в 1764 человека. И сегодня же Сергей Морозов в своем обращении заявил, что ограничительные мероприятия на территории Ульяновской области продлены до 31 мая включительно. Причина – сложная эпидобстановка. О себе дали знать майские праздники. Как и прогнозировали специалисты Роспотребнадзора, большой рост числа заболевших фиксировался в послепраздничные дни. Темпы роста числа заболевших составляли от 23 до 74%. И самый большой прирост зараженных пришелся на 13 мая. С учетом инкубационного периода этой болезни от 10 до 20 дней, нетрудно посчитать, что именно праздничные дни стали основанием для значительной вспышки заболеваемости на территории области. Необходимо отметить, что несмотря на введенные карантинные меры, продолжаются фиксироваться случаи не только внутрирегионального распространения болезни, но и заносов инфекций из других регионов. В частности, из Москвы, когда приехавшие и не соблюдающие карантин граждане дали вспышки в Индинском, Николаевском районах. Безусловно, в росте числа заболевших есть и фактор увеличивающегося тестирования. За последние сутки число проводимых в регионе тестов превысило уже 2000 штук. А еще в начале мая мы тестировали меньше 1000 человек. Но и сбрасывать со счетов нашу недисциплинированность в период весенних выходных мы тоже не можем. По предварительным оценкам специалистов, сегодня мы находимся на самом пяти заболевания в области. Поэтому именно сейчас нужно быть предельно внимательными и осторожными. И еще немного потерпеть. Я надеюсь, что если все мы будем дисциплинированы, то уже к 1 июня сможем пойти на очередные послабления режима самоизоляции. А к 1 июля даже открыть для наших детишек летний оздоровительный сезон. Горячую воду жителям Левого берега дадут раньше. Из-за пандемии гидравлические испытания проходят в ускоренном режиме. К работам привлечен дополнительный персонал. Все подробности в материале вестей. Эти уникальные кадры впервые в эфире. На Заволжской ТЭЦ-2 производится ремонт турбоагрегата мощностью 185 мегаватт. С помощью спецтехники для транспортировки сверхтяжелых грузов. Сложное технологическое оборудование для проведения запланированных работ доставлено на завод в Екатеринбурге. Работы по подготовке к грядущему АТОП-сезону проходят и в многоквартирных домах Заволжского района. Сейчас происходит промывка многоквартирных домов управляющими компаниями. Следующий этап будет опрессовка. И для нас это очень важно. Важно потому, что от этих работ также зависят сроки начала подачи горячей воды. В ежедневном режиме все это смотрим на штабах в городе. Поэтому в те сроки, которые АТОП-сезон завершает, мы тоже город будем готовы к подаче. Предварительная дата подачи горячей воды жителям города Ульяновска – 28 мая. Подготовка идет в строгом соответствии с графиками и более того, даже с небольшим опережением. Если обычные гидравлические испытания занимают две недели, то из-за пандемии коронавируса сроки максимально сжаты. Планируется, что горячая вода поступит в дома жителей нового города уже в следующий четверг, а еще через день в жилой фонд «Верхние террасы». Эти четыре сэкономленных дня – это тот итог наших принятых действий и привлечения дополнительного персонала для того, чтобы в условиях пандемии люди быстрее получили надежное и качественное горячее водоснабжение. Глава региона дал четкое поручение – довести всю необходимую информацию до управляющих компаний и старших по домам. Работы в жилом фонде и на теплосетях должны быть завершены единовременно. Чтобы все понимали этот график, и чтобы мы вовремя тогда людей проинформировали. А то у нас управляющая компания, то может быть действительно где-то какие-то работы проводит, а потом без вины виноватый там мэр о том, что вот заплатят. Гидравлические испытания этого года также отличаются тем, что работы на сетях синхронизированы с капитальным ремонтом генерирующего оборудования ТЭЦ-2. Такой график позволит обойтись без повторного отключения горячей воды. Артем Петров, Вести. Ульяновск. В Ульяновской области ужесточат требования к так называемым рюмочным. Новый законопроект касается требований к пятийным заведениям в многоквартирных домах. Предполагается, что после его принятия жителей оградят от неприятного соседства. Подробности у Эдуарда Истомина. Вдали от Джон стопарик по рюмашке. Эти названия словно магнитом тянут любителей зеленого змея. Но тихо и культурным вести себя не получается. От них страдают жители многоквартирников, в которых есть наливайки. Один из примеров – Минаева-5. И фактически вот мои окна, вот они находятся аккуратно над этим заведением. Здесь нет туалетов, и вся эта компания у нас аккуратно под оконами справляет нужду. Причем не только нужду, а если это пьяные люди, то понимаете, чем это все заканчивает. То есть утром идут люди в школу, на работу, дети видят эту полупьяную толпу, и которая справляет нужду вот здесь же за углом. Ну, это центр города. Таких наливайк в области хоть пруд пруде. На столы областных депутатов сняли увесистые папки с анализом ситуации. Выяснилось, что покой и порядок нарушаются в мини-рюмочных. Их площадь, как правило, не больше 50 квадратных метров. В остальных заведениях более-менее цивильно. На квартирные дома строились, прежде всего, для того, чтобы люди в них жили комфортно, удобно, отдыхали в своих дворах, а не для того, чтобы рядом с подъездом были распивочные, которые превращают, значит, подъезды, территории дворов, ну, извините меня, в отхожие места. По данной проблеме областные депутаты провели мозговой штурм. Было отмечено, что в Госдуме также озаботились этим вопросом, приняв рамочный закон. Согласно ему, площадь рюмочных должна быть не менее 20 квадратных метров. Но регионы вправе ужесточить требования. И мы приняли решение подготовить проект регионального закона, который включал в себя принципиальные нормы. В квартирных домах должны быть пункты общественного питания не менее 50 квадратных метров площади торгового зала. На совещание пригласили правоведов, представителей бизнеса и муниципальной власти. Эксперты высказались за то, чтобы дать шанс перепрофилировать владельцам рюмочных свои точки. Так казна не потеряет налогов, а многие люди свой заработок. Но главные интересы жильцов, считают депутаты. Я категорически настаиваю на том, что мы должны больше думать о людях, а не о предпринимателях. Хотя, естественно, надо подходить к этому вопросу корректно. Депутаты сошлись на том, чтобы продолжить обсуждение с избирателями. В окончательной редакции законопроект планирует вынести на голосование в конце июля. В случае принятия он вступит в силу через три месяца после опубликования. Эдуард Истолин, Вести Ульяновск. Заместитель генерального прокурора России проведет в Ульяновске личный прием граждан. 4 июня с 11 часов до 16.00 Сергей Зайцев совместно с прокурором Ульяновской области Сергеем Хуртиным примет жителей региона по вопросам защиты социальных прав граждан, в том числе в сферах оплаты труда, долевого строительства и ЖКХ, а также защиты прав несовершеннолетних. Прием будет организован в режиме видеоконференц-связи. Предварительная запись пройдет с 25 по 27 мая по телефонам 831 278 45 24 и 33 10 73. Код Ульяновска 84 22. Звонки принимают в ежедневном режиме с 10 до 17 часов по местному времени. 22 мая отмечается День Николая Чудотворца в России. Его еще называют Николой Угодник. Он один из самых почитаемых святителей у христиан всего мира. Прославился своими поступками и самоотверженным служением Богу. Сегодняшняя праздничная служба стала своего рода тоже маленьким чудом. Впервые за время самоизоляции прихожане смогли прийти в храм. Репортаж Элла Шахвы. Святитель Николай одинаково почитаем православной и католической церковью. Он является прообразом сказочного героя Санта-Клауса. А в Турции его зовут Наиль Баба, отец Рождества. Святой жил в III веке. Хотел монашествовать, но силой проведения стал епископом в греческом городе мира. Много на этой кафедре, кроме административных дел, он сотворил духовных, конечно. Он помогал обездоленным, избавлял от меча, избавлял от огня, избавлял от похищений и всячески помогал людям. Николаю приписывают многие чудеса. По преданиям, во время путешествия в Палестину на корабле он своими молитвами остановил сильную бурю, а также оживил матроса, упавшего с мачты и разбившегося насмерть. Святой спасал утопающих на море, поэтому путешественники, рыбаки и моряки почитают его как своего небесного заступника. Также Николая Чудотворца считают покровителем бедных. При жизни он лечил, подавал пищу, помогал деньгами. У местного храма есть своя чудесная история. Еще в старый деревянный храм принесли старинную большую икону. Она была вся черная и даже не было видно лика святого, который на ней изображен. Ее повесили на видное место, поставили около нее подсвечник, зажгли лампаду. Через некоторое время икона стала осветляться. И проявился облик святого Николая Чудотворца. К сожалению, около 20 лет назад деревянный храм сгорел, а вместе с ним и икона. На его месте отстроили новый, из белого кирпича. Теперь здесь возводят еще и духовно-просветительский центр. Сегодняшний день для всех верующих православных ульяновцев стал знаменателен еще и тем, что на службу в храм смогли прийти все желающие. По благословению владыки Иосифа, храмы работают теперь в обычном режиме. Конечно же, соблюдая санитарные предписания. Это, конечно, маски, это соблюдение дистанции. Соблюдение всех санитарных норм дает возможность посетить храм. Кусочек неба на земле, как говорил Иоанн Златоуст. 24 мая мусульмане отметят праздник Ураза-Байрам, который символизирует окончание священного месяца Рамадан. По традиции, в праздник разговения правоверные проводят молитву, а затем собираются за праздничным столом. Однако в этом году духовенство призывает отмечать праздник в узком кругу. Причина – пандемия коронавируса. От имени регионального конуправления мусульман Ульянской области поздравляем всех мусульман, приверженцев ислама с праздником Ураза-Байрам. В этом году по воле Всевышнего Создателя мы держали пост в особых условиях, условиях пандемии. В этом году аид, иншаллах, тоже состоится, согласно нормам шариата. Он пройдет у нас в воскресенье 24-го во всех мечетях Ульянской области в 7 утра. Но с ограниченным количеством. Это будут имамы, священнослужители, их помощники, и мечети будут закрыты. Поэтому доступа в мечети в этот день не будет, уважаемые братья и сестры. Поэтому нужно воздержаться в этот день, не ходить в мечети. Поэтому призываем вас всех остаться дома. Поздравил мусульман с праздником и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Также призвал верующих остаться дома и отметить Уразу-Байрам в семейном кругу. Вести Ульяновск следят за главными событиями в регионе. Увидимся. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о доступной и качественной медицине? Здоровье нации – это одна из приоритетных задач государства. Особенно сейчас, когда болезнь может подкосить целые города. Поэтому государство должно обеспечить качественную и доступную медицину для всех людей, для всех населенных пунктов. Именно поправки в Конституцию могут сделать это. Потому что население России, наши дети обязательно должны расти здоровыми и счастливыми. Потому что я хочу быть здоровым и получать медицинскую помощь в любое время и в полном объеме. Чтобы в каждом отдаленном селе, в каждом небольшом городе, любой гражданин нашей страны мог получить доступную медицину. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 0 до 5 градусов тепла. Местами заморозки до минус 2. В Ульяновске плюс 1, плюс 3. Завтра днем по области от 12 до 17 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 15, плюс 17.